«Я люблю кухни за то, что они хранят тайны», — пел Виктор Цой, начинавший свой звездный путь именно на кухне. В советское время кухня была храмом мысли. После пары-тройки стаканов здесь заходили разговоры обо всем на свете. Самые важные, острые, сложные и скользкие темы обсуждались в сигаретном чаду под звон бокалов. Дым нам запретили власти, как и звон бокалов, но говорить-то нам пока не запретили. Так что в остальном эта кухня осталась той самой, где два человека в трезвом уме и твердой памяти рассуждают на самые интересные темы. Это программа «Два в уме». Проведите этот час с умом. После крещения Руси к нашим предкам пришел византийский календарь, утвержденный, кстати, в 988 году, согласно которому празднование Нового года приходилось на 1 сентября. Ведь, согласитесь, логично урожай собрал, вот вам и Новый год. Более того, долгое время люди верили, что именно в первый день осени Бог сотворил землю. Праздновать Новый год по европейской традиции начал, конечно же, Петр Великий. 20 декабря 1699 года он издал указ, по которому летоисчисление отныне велось от Рождества Христова, а не от сотворения мира. А Новым годом становилось 1 января, а не сентября. Так, 1 января 7209 года от сотворения мира по высочайшему повелению обнулили до 1 января нового 1700 года от Рождества Христова и нового 18 века. А 1699 год оказался самым коротким в истории нашей страны. Всего-то 4 месяца. Казалось бы, ну перенес и перенес. Разница-то какая? Неужели некая дата могла бы сыграть некую важную роль? Вот о том, как это событие отразилось на истории и современности нашей страны, мы сегодня и пофилософствуем с историком и публицистом Ириной Карацубой. Здравствуйте. Здравствуйте. Эрина Владимировна, начнем по традиции нашей еще молодой программы с постоянной рубрики «Три факта», которыми наш доблестный зритель сможет блеснуть в разговоре после просмотра этого видео. Ну, поскольку у нас все будет вертеться вокруг Петра Первого, да, и наступающий нам на пятки новый 2022 год, это год, когда Петру Первому исполнится 350 годиков, да, 30 мая, то вот я назову мои самые любимые факты, связанные с Петром, да. Первое. Значит, ну, мы знаем, что Петр вообще владел по разным подсчетам, там, 12-14 ремеслами, да. Он, например, мог выстроить корабль от начала и до конца и был одним из лучших корабельных дел мастеров России. Вот когда он уехал в Великое посольство, да, за границу, первый из всех русских царей и великих князей, он вырезал печать, который запечатывал письма из Великого посольства. Знаете, что было написано по ободку этой печати? И мне кажется, это лучшее, что есть в Петре, да, потому что у него много страшного, кровавого, жуткого, а вот это лучшее. Буря, моря, нет? Азбо есмь в чину учимых и учащих мя требую. Я ученик и требую тех, кто мог бы научить меня. Вот это лучшее, что есть в Петре и то, чему мы обязаны, потому что все-таки первая газета, первый музей, первый театр, ну не для царя, а для всех остальных, а первый университет, первый, 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 первые светские школы – это Петр, да. Это первый факт. Второй факт – это вот как бы восприятие Петром самого себя. Такой очень интересный факт из книжки нашего замечательного Николая Ивановича Павленко о Петре в серии жизни замечательных людей. Значит, как мы помним, Петр оказался на троне при очень бурных событиях в возрасте 10 лет. До 16 лет, фактически с 10 до 16, правило регенствовала его сводная сестра царевна Софья. Затем, после того, как Софью отстранили, тоже, в общем, еще где-то лет 6 он особого участия в государственных делах не принимал, но венчался он шапкой Мономаха, точнее говоря, ее дубликатом, вот в 10-летнем возрасте. Как вы думаете, когда уже под конец, уже в Петровской империи составлялись послужные списки, как вы думаете, с какого времени Петр начал свою службу государству российскому? Вот с какого времени? Ну, у меня есть два варианта. Ну, либо с того момента, когда он венчался на царство, либо с того момента, как он родился, не угадал. Да, значит, у Петра была интересная формулировка вот в этом ответе, с какого времени началась служба государства. Он писал, со второго азовского похода, когда взяты каланчи. Это первая военная победа 1697 год. Не тогда, когда сел на трон, никогда избавился от сестры, никогда помер его соправитель, слабоумный брат Ивана, а когда первую победу отержали. Вот с этого момента он начинает свою службу российскому государству. В этом тоже есть Петр. Прекрасно. Вот это штрих к портрету, конечно. Да, да. Ну и для контраста штрих, который нам покажет несколько другую природу Петра, о которой мы тоже все хорошо наслышаны, но все-таки. Петр вообще любил посещать разные мероприятия от анатомических театров. Он сам был, кстати говоря, еще неплохим патологоанатомом. Он лечил сам, он делал операции, он вырвал зубы, и если больной у него умирал под его скальпелем, то он потом делал вскрытие и устанавливал причину этого. Любил еще он и публичные казни. И вот во время одной из публичных казней он указывал плачу, что ноздри вынуты, малознатно, надо рвать до кости. Какой суровый. Дед Петр Алексеевич. Послушайте, вы про донтиста сказали, я сразу вспоминаю замечательный фильм про Петра Первого. Помните, как боялись бедные бояре, кому он там зубы драл? Видимо, все-таки царем ему лучше удавалось, чем донтистом. Вообще при дворе Петра старались не болеть. Вообще не болеть, потому что он начинал лечить. И чем это закончилось для пациента? У него была такая вера, характерная, в общем-то, для не очень шибко грамотных людей, что всем можно овладеть в совершенстве, если захотеть. Самое главное – захотеть. И ты будешь строить корабли, рвать зубы, переплетать книги, делать чучело крокодилов, работать на токарном станке. У него было три высочайшие квалификации для XVIII века. Он был сам плотником, который мог построить корабль от начала и до конца, одним из лучших корабельных дел мастеров России. Он был артиллеристом, это тоже было очень высокое искусство в XVIII веке. И он был капитаном гвардии. То есть он, сейчас это уже где-то, наверное, генерал или кто-то в этом роде. И Петр вообще отдыхать не умел и не любил. У него отдыхом была смена деятельности. Одно, другое, третье. Он иногда спал после обеда, почти всегда спал после обеда. Но вообще, как и многие русские люди в XVIII-XIX веке, а некоторые сейчас. Говорят, что Чершилль всю свою жизнь делил день на два, потому что спал, отдыхал после обеда и ночью. Если люди рано встают, то, как правило, это необходимый элемент. И, например, знаменитый токарь Петра Андрей Нартов уже в старте надиктовал воспоминания о нем. Это очень интересный источник. И тот самый Андрей Нартов изобрел деталь к токарному станку, который до сих пор есть в любом токарном станке, суппорт, который держит, собственно говоря, деталь обработки. Это вот изобрел личный токарь Петра Андрей Нартов. Поддержка какая-то. Да, и Петр везде возил с собой маленький токарный станок. Я думаю, вы со мной не будете спорить, что, наверное, самым крутым его мастерством была способность кардинально менять жизнь России. Сколько всего этот человек привнес. И вот тема нашей сегодняшней беседы, она, казалось бы, не такая широкая. Ну, смена даты Нового года. Ну, перемена лета исчисления. Ну, в общем-то, ничего такого, ну, казалось бы, глобального не случилось. Вот вопрос сам напрашивает с собой. Зачем? Это просто из тупого следования желание перекопировать Запад? Или, может быть, были какие-то более глубокие причины этого решения? Нет, конечно, ничего тупого или ничего слепоподражательского. В XVIII веке было такое выражение обезьянства, обезьянничества. Но оно и сейчас есть, да. Вот, у Петра в этом плане не было. Это было абсолютно продуманное и, более того, необходимое решение. Потому что все-таки главной целью Петра было превратить Московское царство в то, что в документах его эпохи называлось «Российские Европии». Вот есть такая литература Петровской эпохи. Ее сейчас никто не читает, потому что она художественно не очень совершенная. Там повесть о российском матросе Василии Кориотском, о славном российском кавалере Александре. Такие вещи, которые сейчас только специалисты читают. Но вот там очень часто, что славный российский кавалер Александр в российских Европиях родился. Совершенно новый взгляд на страну. А если в российской Европии, то очень много должно быть так, как в Европиях, в том числе календарь. Потому что, конечно, в Москве, какой она называлась по большей части иностранцами до Петра, иногда и после него, счет шел от сотворения мира. И человек из Европы приезжал в какую-то совершенно другую эпоху. И это подчеркивало только отделение и разделение. Не случайно календарная реформа Петра – одна из самых первых его реформ. Ведь вообще-то реформы шли четверть века. И когда он вернулся из Великого посольства, лихорадочно, потому что сведения о бунте, и он считал, что нужно там все, то он начал сразу же рубить головы, что было совершенно немыслимо для русского царя. И вообще, чтобы сам царь рубил голову на Красной площади, это было абсолютно немыслимо. На участие в казни тот же Иван Грозный, который угольки подбрасывал, как Андрей Курбский писал. Иван Грозный – это исключение. Хотя Петр Алексеевич его очень уважал. И, как мы знаем, во время празднования Полтавской баталии вслед за портретом Петра несли парсуну с изображением Ивана. Потому что, да, он считал себя преемником. Иван начал борьбу за Балтику, на самом деле ее начал еще дед Ивана, а Петр закончил. Но Иван Грозный все-таки сам ни с кого лично кожу живьем не сдирал, не зашивал в медвежьи шкуры и не бросал лично на растерзание собак. В отличие от Петра Алексеевича. В отличие от Петра Алексеевича, да. Который этим занялся немедленно, когда вернулся из-за границы. Но тут же начал две другие... Зачем говорить, начал две важнейшие реформы. Это же, конечно, не реформа, это просто расправа кровавая. Он начал реформу по обрезанию бород и переодеванию высших сословий в европейское платье. Польское или венгерское его тогда называли. Он начал календарную вот эту реформу. И он начал реформу управления русским городом. Это были первые его реформы. Городская реформа была очень неудачная. И потом два раза он менял ее. А что касается платья, оборот и календаря, то это уже все навсегда. Ирина Владимировна, вы сами сказали, что нужно было привести к некому единению, единству с Европой. Но я и для меня это было большое удивление. Вычисло, что аж до середины 18 века, до 1752 года, в Великобритании Новый год, например, праздновали в марте. Вот что же британцы не меняли, а нам давай и надо менять. Значит, это мы сейчас вступаем на очень сложную почву. Есть специальная вспомогательная историческая дисциплина, которая называется историческая хронология. И занимается совершенно зубодробительным делом изучением различных календарных систем, календарей у разных народов мира. Это с ума сойти. Лунные календари, солнечные календари, такие календари, сякие календари. Значит, если постараться это так коротко и более-менее ясно, то в Европе ко времени Петра существовало две календарные системы. Это очень старый юлианский календарь, Юлий-Цезарь, еще до нашей эры, где, кстати говоря, Новый год начинался 1 марта. И григорианский календарь. Папа Григорий XIII, конец XVI века. И получилось так, что в основном католические страны Европы были на григорианском календаре, а протестантские на юлианском. Отсюда, в Великобритании, действительно был юлианский календарь. Это создавало массу путаниц и неудобств. Хотя бы человек переезжает из одной страны в другую, оказывается, в другом годе. Да, неудобно. Мягко говоря. Ну и много всего остального. И страны постепенно переходили от юлианского к григорианскому календарю. А Великобритания действительно только в 1752 году. Мы знаем страны, которые позже перешли на григорианский календарь. Например, Россия. Например, Болгария. Например, Турция только в XX веке. А у Саудовской Аравии перешла только в 2016 году, по-моему, на григорианский календарь. Совсем недавно. Вот поэтому... Ну, да, хорошо. Но в любом случае, вот вы сами сказали, что одна из первых его реформ была, да? Но при этом он приехал, значит, рубить головы, рубить бороды, менять календарь. Все это очень напоминает действие, ну, скажем так, оккупанта, что ли, захватчика. Вот представьте себе. Значит, была деревня там русская или английская. Это ее к себе цап-царап. И чтобы корешки подрубить, очень хорошо ввести что-то новое. Вот у меня такое ощущение... Поправьте меня, если я не прав, что Петр Алексеевич ведет себя как оккупант. Хороший вопрос. Ну, вообще, как бы, значит, Петр Алексеевич все-таки это дитя русского 17 века, да? Он родился 30 мая 1672 года. Он из третьего поколения русских реформаторов 17 века. Значит, для русской государственной власти вообще было характерно поведение то самое, которое вы описали. Так, где-то приблизительно с Ивана Третьего, вот, Ивана Четвертого, да. А потому как хорошо писал Василий Ключевский, замечательный историк, да, а причина Ивана Грозной всегда казалась очень странной как тем, кто ее исследовал, так и тем, кто от нее страдал, да? За что? Вот это понять трудно. А, значит, у Петр, да, в отличие, кстати говоря, от Ивана, у которого были свои соображения, по которым он там делал все то, что он сделал, которые до сих пор разгадывают историки, да, вот смысл опричненный, это же вечная тема, да. И этот спор об опричнении, это тоже вечный спор. И как бы каждое поколение, новое поколение историков, что-то такое новенькое к нему прибавляет. Значит, у Петра, в отличие от Ивана, все-таки были мотивы в значительной степени рационально-полицейские, да. Вот, значит, ему нужно было то, что вот мы в нашей книжке, выбирая свою историю, глава о Петре у нас называется «А европеизация от амуниции», да. Ему нужно было все-таки вестернизировать, модернизировать, европеизировать страну, но сделать это в общем государственном насилии, да. Вот знаменитая фраза из, господи помилуй, по-моему, это был один повеление об образовании одной купеческой компании. Петр писал «Буде, похотя, то волею, а не хотя, то и в неволю». Вот. А вера в спасительное, благотворную роль насилия государственного – это вера, на которой стоял Петр, да. Вот знаменитая фраза из… забыла откуда, а потом нужно уточнить. Значит, это уже поздний, Петр, это 20-е годы. «Русский народ, якодети нерадивые, если непреневолены будут, сами ни за что не возьмутся». Не все ли неволею сделано? И от многих мест уже слышим «благодарственное», где плод произошел. Ну, логично, безусловно, логично. Ну, можно, конечно, сказать поведение оккупационной власти, мы бы сейчас это так и назвали. Но оккупационная власть вам скажет, а по-другому здесь никак нельзя. Тут, опять же, проблема, которым же очень умные иностранцы, описывавшие Россию, видели еще на Василии Третьем, папе Ивана Грозного. Вот Сигизмунд Герберштейн первым поставил этот вопрос и оставил его открытым. Это вот народ по природе своей такой грубый и жестокий, что вот у него такие государи. Или это государи, тираны создали себе такой народ. Каждый вновь приезжавший иностранный путешественник на этот вопрос отвечал по-другому. Или там как-то. И сейчас, когда мы слышим, скажем, разговоры явно проигравших системных либералов, потому что народ им достался плохой в 90-е, в 2000-е годы, ну что с этим народом вообще сделаешь? Это все старый русский спор о народе, о том, как им управлять, как надо, как не надо. Достойно ли каждый народ своего правительства? Да или нет, да-да-да-да. Конечно, конечно. Это бесконечно. Если все-таки возвращаться к этому псевдо-оккупантскому режиму, будем так говорить. Но ведь не только бритье обороты, не только смены летоисчислений укладываются в эту историю. Наверняка были и другие проявления в его политике, которые можно назвать направленными на уничтожение корней. Что понимать под корнями? Понимаете? Вот смотрите. При Петре произошел такой своеобразный прогресс путем регресса. Прогресс государства и регресс общества. Потому что, например, местное самоуправление, расцветшее в середине XVI века после реформы избранной рады, это еще молодой Иван Грозный, и просуществовавшее где-то до II плана XVII века при Петре было уничтожено на корню. Он считал, что крестьяне у нас неграмотные и сами собой управлять не смогут. Был такой вариант в европейских странах пойти по пути создания сельских общин или приходов, которые будут управлять на местах, ну как во многих, например, странах Северной Европы. Он этот путь отверг. Вот опять же интересно, что он брал там, а что он не брал. Вот он был, скажем, в Великой посольстве было в Англии. Тогда еще не Великобритания, а Англия. В Лондоне два месяца. Петр пришел один раз на заседание парламента, посмотрел и ушел. И ничего это ему не навеяло. А там, скажем, на верфях или на Монетном дворе, или в театре, вот я уж не говорю про увеселительные и всякие питейные заведения, он бывал, конечно, гораздо чаще, да. А по поводу парламента и английских вольностей, он хорошо сказал вот своему токарю Андрею Нарту, вот это запомнил, и это есть в записках. Аглинская вольность у нас не к месту, как к стене горох. Надо знать народ, как он им управлять. Опять народ во всем виноват. Да, во всем виноват. Конечно, во всем народ виноват. Да, вовсе не в курсе. Поэтому, вы понимаете, корни русские. Что Петр истреблял огнем и мечом? Он истреблял отсталость. Он истреблял вот в одном из указов его папы, отца Алексея Михайловича, царя замечательного, облакая фраза. Тишайший. Ну, вы понимаете, да, что слово тишайший, это не потому, что при нем была тишина. Наоборот. Наоборот, да. Это тот человек, который может установить тишину в государстве. И тут Петр тоже, знаете ли, от осинки не родятся апельсинки. Он тоже наследник. Так вот, там было, значит, точнее говоря, извините, наоборот. В одном из указов Петра есть такая фраза. Перенимать доброе от других и чуждых. Это совершенно невозможно представить себе при Алексея Михайловиче. То, что у других и чуждых не может быть ничего доброго. По латыни. Кто по латыни научился, тот в вере повредился. Не чти много книг, да не воерись в падеже. Да. А при Петре наоборот. Ведь именно при Петре появляется формат книги, к которому мы сейчас привыкли. Вот такой вот маленький, инкварта, да. Чтобы мощно в кармане было носить, да. То там книги-то только их на телегах везли, в карабах специально, да. Потому что вот книжка нужна здесь и сейчас. И, кстати говоря, первая такая книжка, это был сборник морских сигналов. Что там нужно делать, да. Тоже все очень полезное. Очень удобно. Но для Петра, вот сейчас в современном нашем обществе, такое, я не знаю, как сказать, прозвище, что ли, его воспринимают как человека в первую очередь разрушителем. Понятно, что он сделал очень многое. И если говорят о Петербурге, сразу воспринимают, что он стоит на костях. Если говорят о флоте, все равно война, сколько там, 20 лет шла эта Северная война. Короче, он, несмотря на свое великое наследие, будем так говорить, попортил очень много крови и убрал то, что можно было бы и оставить. Оставил страну без прошлого. Вот такой вот, как сказать, тезис самый главный, да. Можно ли сказать, что Россия до Петра и Россия после Петра – это разные страны? В чем-то да, в чем-то нет. Да, это очень популярная точка зрения. У меня моя лучшая подруга, специалист по 17 веку, она, конечно, доктор исторических наук. Конечно, Петра просто ненавидит лично. Он просто лично ненавидит зверской ненавистью. Просто слышит этого имени и не может. Это вот как бы да. Позиция. Да, позиция. Многие так до сих пор Петра воспринимают. Есть за что. Я понимаю. Но давайте все-таки посмотрим как-то более исторично, что ли. Понимаете, еще раз повторяю, что Петр плоть от плоти русского Средневековья. Вот эту всю фигню устраивали задолго до него. Первые полки нового строя появились при его батюшке Михаиле Федоровиче. Значит, первые мануфактуры появились при его батюшке Алексею Михайловичу. Первый русский театр, ну пусть только для царя, да. Первый русский театр, это было замечательное зрелище. Это вот на сцене немецкие актеры, изображающие там мужчин и женщин. А в зале стоит только одно кресло для царя. На нем сидит Алексей Михайлович, да. А если у него хорошее настроение, то царица Мария Ильинична Мирославская можно из-за ширмы. Идея о том, что нужно заводить в Москве университет, это Василий Голицын. Идея о том, что что-то нужно сделать с крестьянами, может быть, вообще отменить крепостное право, это Василий Голицын. И это вызвало сразу же резкую очень реакцию русской церкви. Не столько отменить крепостное право, сколько университет. Потому что это западное знание, этого нам ничего не нужно. Кто по латыни научился, тот в вере повредился. То есть, а возможно ли было дальше править Россией, ничего не меняя? Ну, это какая-то утопия какая-то. Да, конечно, это невозможно. Другое дело, что реформы, наверное, могли бы идти более мирно, разумно, постепенно. Но если бы, скажем, у Федора Алексеевича были бы дети... Ключевский писал, что если бы Федор процессовал хотя бы лет 10-15, а это старший сын Алексея от Марии Милославской, и оставил по себе сына, то все было бы более плавно, и к нам бы не из Амстердама бы все это потекло, а из Рима. Да, наверное, но получилось по-другому. Опять же, понимаете, Петр, чтобы понимать Петра как правителя и как реформатора, надо помнить, что ни один русский царь не складывался в таких условиях, как Петр. Значит, спрашивается, почему он так ненавидел Москву, бояр, русскую старину, а ее нужно так любить, а ее нужно так облизывать, а мы так любим, так сказать, все наше. Извините меня. Когда ребенку было 10 лет, в Московский Кремль 15 мая 1682 года вырвалась дикая толпа стрельцов, подстрекаемых Милославскими, и учинила там такую трехдневную резню, во время которой погибла половина его дяди, братьев его мамы Натальи Кирилловны Нарышкиной, а ближнего боярина Артамона Матвеева, который был его воспитателем, просто на глазах 10-летнего Петра сбросили вниз на копии и разорвали на куски кровавые стрельцы. Петр после этого ненавидел Кремль, стрельцов, боярства, все только старину московскую, видя в ней постоянную угрозу себе. Его можно понять. Его можно понять. Сейчас все вон жалуются, что родители меня там в детстве лишний раз шлепнули, а у этого что было? К вопросу о травме. Это была очень глубокая травма. Более того, это была травма на уровне цены с центральной нервной системой, потому что у Петра на всю жизнь остались дикие припадки, дикие. И, кстати говоря, симпатия Петра к совершенно немыслимой императрице Екатерине I, вот это его поздние подруги, в определенной степени объяснялась и тем, что Екатерина I могла усмирять эти его припадки. Когда с ней его начинала колотить, она клала голову к себе на колени, начала его поглаживать, и он засыпал часа на два и просыпался другим человеком. Это такой мини-Распутин практически. Да, мини-Распутин, но только этого Распутина нашли в какой-то там канаве при штурме русскими войсками крепости Мариенбурга. У нас там не то 8, не то 12 версий происхождения этой императрицы, которую достал сначала солдатам, потом Шереметьеву, потом Менщику, от Менщика Петру. И в итоге за два года после смерти Петра спилась вчистую просто совершенно. Но женщина была хорошая, и усмирять припадки Петра могла. Давайте от такой трагичной демок, у нас все-таки новогодняя программа. Веселая. Народ уже должен, когда будет смотреть все это... Пей виски, крути диски. Потихонечку готовиться. Давайте к Новому году. Смотрите, вернемся к самому указу. Значит, помимо того, что там была изменена дата и Нового года, и летоисчисления, он еще повелел, сейчас я процитирую тут, значит, Петр Алексеевич приказал украсить все дома с основами еловыми и можжевелыми ветвями, поскольку о подобной традиции в России было. Ничего не известно. Образцы наряженных деревьев выставили в московском гостином дворе. Красивая традиция. Я тоже люблю елку. Но зачем? Ну вот, ладно год, ладно... Ну, от елок-то ничего не изменится в геополитике. Нет, почему не изменится? Значит, традиция связывать ель, сосну или можжевельник с Новым годом, это немецкая традиция. Традиция, пришедшая из немецких земель. И там она известна еще с 15-16 века. Таненбаум – это главная песенка. Вот. И Петр в данном случае воспользовался этим. На Руси такой традиции не было. Потом, надо сказать, где-то лет через 20-30 после Петра все благополучно про эти елки и забыли нафиг. И потом уже эти елки к нам вернулись через немецких принцесс, на которых женились русские государи. Обычай, которые тоже, кстати говоря, Петр Первый завел. За кого он выдал? Анну Ивановну, которую мы почему-то называем Иоанновной. Значит, за герцога Курлянского. И так далее. За кого он старшую дочку выдал? Да, за герцога Галштинского. И потом все эти немецкие принцессы привезли нам это обратно. А еще большее, ну это уже общеизвестные факты, в распространении на Руси елки и всех рождественских детских праздников у которой елки сыграла роль королева Виктория, у которой при дворе это был обычай, опять же, от ее мужа немецкого. Оттуда уже это все вернулось обратно к нам. А при Петре праздновали. Для Петра даже, может быть, не столько елка была важна, хотя она ему была важна как европеизация. Сколько ему были важны все феерверки. Феерверки? Я так и знал, что вы скажете. Потому что Петр сам, во-первых, он обожал все эти шутихи огненные, посмешащие феерверки. Затем одному иностранцу он сказал, что он не случайно тут полит из всех этих снарядов шуточных и реальных. А он приучает народ, чтобы он не боялся военного боя и грома пушек. Психологическая операция. Это не просто вам взорвать феерверк. Это именно как лошадей. Как это, латентная милитаризация страны. Да, великолепно. Вот это третье дно. Для Петра же вообще война, армия, это святое. Он был абсолютно убежден, что в государстве должен быть такой порядок, как в армии. То есть приказы не обсуждаются, блин. Никогда. Ну, конечно. Если неволию, то волю не хочешь, неволию будет. Как в армии, все правильно. Будет не похотя волею, то в неволе. А русский народ, я где-нибудь, дети нерадивые. Пока сами преневолены не будут, ни за что не возьмутся. То есть армию он уважал и ценил. А вот с церковью вопрос не совсем такой простой. Когда первый Новый год праздновался, как раз 1700-й, он же должен был по традиции в Рождество 6 января идти в богатом лочении за церковными иерархами. Однако он, ну, собственно говоря, я уж позволю себе такую резкую фразу, плюнул в лицо духовенству. Потому что не пошел, а стоял вместе с солдатами в обычном мундире и следил за процессией. Это как оценить с точки зрения политической и с точки зрения личной Петра? Как этот поступок можно оценить? А вот так же, как европеизацию и вестернизацию и стремление, наконец, завершить трехсотлетний спор священства и царства на Руси уже сколько можно. Значит, тут еще очень важно все-таки, что называется, личные отношения. При Петре последним русским патриархом, умершим, кстати говоря, в 1700-м году, был патриарх Адриан. Очень старый, очень дряхлый, но у которого хватило как бы христианства и силы воли во время казней, вот этих диких совершенно на Красной площади стрелецких казней. Он все эти несколько дней простоял молча на Красной площади с иконой Благовещения в руках. То есть он как бы взывал. Это почти одиночный пикет. Да, кстати говоря, хороший образ. Да, он вышел в одиночный пикет с иконой Благовещения. Вот. И я думаю, что... А в это время вот Петр с меньшим, он сами рубили головы, да, плевали они на этого патриарха, эту икону, там, все прочее. Будучи сами очень религиозными людьми, да, Петр знал службу наизусть, любил читать псалтырь. Да. Да, у него был такой негромкий, сиповатый голос, да. Ну, вообще про Петра это можно рассказывать километрами, не надо меня сейчас сюда поворачивать, а то я до утра буду. Вот. И когда умер Адриан, вот в этом первом наступившем по, значит, юлянскому календарю... Новому году. Новому году, да. А Петр запретил избирать ему преемника. 20 лет русская церковь была без головы. Был такой мистический пост, местоблюститель патриаршего престола, учрежденный специально Петром для очень близкого ему церковного иерарха Стефана Еворского. А через 21 год, вот когда уже не штатский мир, когда победили Швецию, как-то так вздохнули, для управления церковью учредили Священный Синод. То есть, это как бы ведомство по делам православного вероисповедания. Во главе Священного Синода стоит оберпрокурор, так же, как во главе правительствующего Синода генерал-прокурор. Оберпрокурор, светский чиновник, назначаемый царем. И все эти митрополиты, епископы, архиепископы, егумены крупнейших монастырей, во где у него. Причем в 18 веке на пост оберпрокурора Синода, пока вот еще были актуальные взаимоотношения церкви и государства, назначали людей, ну, кого там только не было. Там были масоны, атеисты, вольтарианцы, ну, совершенно далекие от церкви. Вот классика жанра, это при Екатерине Второй был такой оберпрокурор Синода Чебышев, который как-то раз в гостином дворе, да, в Петербурге объяснял народу, что, стой посреди толпы, что бога нет и верить в него очень даже глупо. Это оберпрокурор Синода, да. Ничего себе! Вот потому что специально ставили таких людей. Уже в 19 веке будут другие люди, да, будет, например, Папилоносцев, да, который... Много, большое спасибо Константину Петровичу за отдаленные последствия его деятельности в виде 1917 года, но это будет позже, да. Послушайте, Папилоносцев, по крайней мере, на этом месте как-то логично смотрелся, в отличие от этого Чебышева. Ну, это Папилоносцев, там были крутые люди, да. И это, кстати говоря, известно из воспоминаний Дениса Ивановича Фанвизина, да, потому что слуга к нему прибежал, или не слуга, а какой-то его приятель, и с ужасом рассказал, что в гостином дворе оберпрокурор стоит, на что Фанвизин смог только одно ответить. Насло уже и место в Каталон, да. А при Петре как бы церковь так слегка лишили субъектности, да, вот. И превратили в часть чиновничьего бюрократического аппарата. И это была великая трагедия русской церкви, потому что сразу полетело многое, в том числе, например, тайны исповеди. Если священник на исповеди узнавал о том, что кто-то злоумышляет на особо густаря императора, или, если он не доносил, его самого потом ждало зверское наказание, да. И церковь стала государственной, ну и так далее, и тому подобное. Я вот тут подумал об одной вещи. Смотрите, а для церкви-то это же вроде как круто получается. Если год теперь начинается с главного христианского праздника. Они хорошо восприняли смену лет исчисления, смену Нового года. Или церковным иерархом, запуганным и лишенным головы, было, в общем-то, даже не до этого. Знаете, вот предшественник Адриана, патриарх Иоаким, еще когда он, по-моему, не был патриархом, вот на Большом этом Московском соборе 1666-1667 года, где решалась как раз судьба старой и новой веры, вытащили Аввакума, который там юродствовал, Никону там в очередной раз порогам надавали. Вот, ни тот, ни другой своих ошибок не признали. Вот на этом соборе Иоаким сказал замечательную фразу, совершенно замечательную. А я не знаю ни старых книг, ни новых, но что де государь, то богосударь. Что государь прикажет, то и будем делать. Старые книги, новые книги, да, вот. И, кстати говоря, между прочим, вот эта жуткая история 15 мая и последующие два дня 1682 года Московской Кремли, это творение вообще в значительной степени рук патриарха Иоакима. Потому что он вместе с Нарышкиными приняли вот это дикое решение после смерти Федора, что не 12-летний, пусть слабоумный Иван становится во главе государства, а 10-летний Петр, да. Ты чем, Милославских они просто выкинули нафиг из политики. Ну, Милославским что стало сделать? Только поднимать стрельцов и идти устроить то, что они строили, да. Так что большое спасибо патриарху Иоакиму и Нарышкину за это, за все. Вот, но, соответственно, если с церковью все понятно, как батюшка-царь сказал, так и будет, то есть же еще дворянство, есть простой народ, есть раскольники мои любимые, замечательные. Вот давайте попробуем... Раскольники вообще очень оскорбительные высказывания, да, как моя бабушка деревенская, которая никому из них не принадлежала, когда я как-то раз сказаннула раскольники, она сказала, дочек, у нее все были дочки-внучки и правнучки, все у нее были дочки-дочек. Так раскольники-то не они, да. Да, собственно, не кониане. Ну да, тоже логично. Хорошо, старообрядцы. Вот эти три, скажем так, группы нашего общества, как они восприняли? Значит, бритье бород – это высшие сословия и горожане, и купечество. И то, если у тебя были деньги, ты покупал бородовой знак с усами и бородой. Ну, то есть платил налог на год и ходил, да. А духовенство и крестьянам бороды, конечно, оставили. Значит, плохо все это воспринимала масса населения страны. В Петровское, бичом Петровской империи было бегство. Все бежали повально, куда-нибудь, лишь бы спастись от этого государства, от его налогов, поборов, диких повинностей, стремление забрать на войну или стремление забрать, строить Петербург, где ты точно сдохнешь совершенно, как собака за три года, да. А то и... Значит, и кроме того, не будем забывать, что Петровскую империю через каждые 5-7 лет потрясали какие-то очень мощные восстания и движения, да. Это Астраханское городское восстание, это Башкирское восстание, это Казацкая война, восстание Булавина, это Сибирское, вот это Тарское восстание в 1922 году. Плюс все разбегались кто куда мог, да. И вообще-то, конечно, вот на момент смерти Петра империя была в очень тяжелом состоянии, очень тяжелом состоянии, да. Это, несмотря на выигранную войну, еще северную. Благодаря выигранной северной войне. И кроме того, не надо забывать, что после северной войны немедленно начался персидский поход, да. И вообще при Петре воевали практически каждый год, да. Есть подсчеты историков, чего-то там вот у Ключевского есть эта цифра, я ее плохо помню, что из 25 лет 18 века Россия провела в состоянии войны 23 года и 7 месяцев, кажется, если меня память не изменяет. Ну, надо сказать, что потом воевали-то не меньше, да. Не меньше, конечно. По Екатерине в 19 веке. Военная империя, понимаете. Вообще вот как бы состояние нашего общества и наше дикое крепостное право – это плата за империю, да. Это плата за то, что вот как Безбородко, хвастливый и льстивый в конце царства Екатерин сказал, а без нас ни одна пушка в Европе не выпалит. Ну, это, конечно, триха-ха. Но вот это же была постоянно такая задача, но без нас ни одна пушка в Европе не выпалит. А вот платить за это пришлось вот тем, чем, в том числе и в 1717-м дробь 22-м годом, да, страшной гражданской войной. При Петре у нас имперское сознание и появилось, и зародилось. А, раньше было. Ну, это вопрос в том, что такое имперское сознание, да, некоторые. Ну, как раз вот, что ни одна пушка не выстрелит. Вот вам пример прекрасный. Да, ну, как бы война как основа политики и отвоевывание земель как основа идентичности – это, в общем-то, с 16-го века, да. Все вот эти ливонские его войны, походы, значит, на восток, завоевание Сибири, да. Да, это же то, на чем стояла вообще вот московская государственность, да, то мое и все мое же. Как это у Чехова-то Воловьи-Лужки наши, наши Воловьи-Лужки. Воловьи-Лужки наши, подожди, уже забывание Сибири, то он Ермака чуть не казнил, это уже по факту там все, а так бы и не пустил бы его, и не было бы у нас там никакой Сибири. Ну, это сильно вряд ли. Другой подошелся, да. Изменимых Ермаков не бывает? Не бывает, да. Вот такие вот пироги. Пироги. Котятами, как сейчас придется говорить. Что же с моими любимыми староверами? Ну, эти товарищи. Да, а староверы, надо сказать, при Петре-то повезло, на самом деле, потому что… Налог им разрешили платить, конечно. Понимаете, конечно, вот этот конфликт со старобрядцами, это была, может быть, самая страшная часть наследия доставшегося Петру, да, потому что это гражданская война на религиозной почве, которая шла не одно, и не два, и не три десятилетия. И ответом на все притеснения и все регулярные войска, ну, еще дорегулярной армии, посылами против старобрядцев были знаменитые старобрядческие гари, да, где самосжигались 100, 200, 400, полторы тысячи человек, да, это жуть с ружьем. Самосожжение, самозакапывание, там. Кошь. Петр, да, а вот тут, уж насколько мы знаем его склонность все ломать через коленку, но тут он пошел немножечко по-другому. Двойной оклад подушной подати, да, то есть двойные налоги государству, и по каким книгам хочешь, по тем и служи. Хочешь ты там говори Иисус, Иисус, по салонь, противо салонь. И Петровская эпоха, в общем-то, для старобрядчества стала временем некоторого расцвета при всем, так сказать, запретах и угнетениях. При Петре на далекой северной речке Выг, да, возникло вот это вот старобрядческое Выговское общежитие, фактически старобрядческий, ну, как бы университет, да. Да, братья Денисовы, поморские ответы, да, там знаменитые произведения. В общем, это был расцвет, да. То есть их слегка в покое оставили, по крайней мере, значит, не убивали смертной казнью за то, что они служили по старым книгам. Никто не следил, первого они сентября празднуют или первого января. Да, понимаете, вообще как бы Новый год, вот как праздник, вот Новый год, это скорее уже при советской власти, потому что до этого все-таки праздновалось или Рождество, да, вот, или уже Пасха, да. Вот отсюда и календари-то, да, вот почему там в марте, в марте, да, на пробуждении или там, вот. Так что Новый год – это такой праздник был несколько искусственный. И сейчас он остается, вот, заметьте, таким очень странным праздником. То есть, с одной стороны, это наше все, да, потому что это единственный праздник, который все разделяют, да, все от него почему-то ждут чего-то хорошего, да, вот, обновления, там, да, да, да. С другой стороны, Русская Прославная Церковь, которая так мощно вернулась в нашу жизнь, значит, за последние три десятилетия. Вообще-то, церковное новолетие, начало индикта отмечать 14 сентября, да. Церковь, идя навстречу, значит, нам с вами грешным и неразумным, она служит новогодней молебной 31 сентября. Спрашивается, с какой стати, когда она Новый год отмечает? 14 сентября. Да, да. А потом, то есть, ну, новогодний молебен служится во время рождественского поста, да, и ты, значит, не можешь, ну, если ты, да. То есть, тут вообще вот как бы, как это говорится, или вы бросаете курить, или одно из двух, да, тут как бы все настолько причудливо, что отражает наш причудливый исторический путь, да. Ирина Владимировна, я вот, мы уже потихонечку заканчиваем эту замечательную тему. Вопрос у меня остается, знаете, такой формулированный по современной песне. А почему Петр был такой, как пуля, дерзкий, как пуля резкий? Собственно говоря, не боялся, не пуганный, что ли? Смотрите, сколько всего он пережил. Ну, так, я бы на его месте точно бы опасался повторения кровавых событий, а он вот так себя небоязливо вел. Ну, вы знаете, все-таки очень много закладывается от природы, да. Он с самого рождения был очень таким резвым, непослушным и таким своевольным мальчиком, да. А последующие события, в частности, вот то, что они с мамой во время шести лет регенства Софьи, конечно, опасались, что их постоянно или отравят, или убьют, да, но как-то выжили. Поэтому и прятались, поэтому никогда не жили в Кремле, в каких-то подмосковных, да, подальше, вот. Все-таки, как у Пушкина, так тяжкий млад, дробя стекло, кует Булат. Значит, это все-таки было не стекло, а это был Булат. И Петр выковался. Но потом все это обрушилось на российскую державу, и на русский народ, и все остальные народы. И так что историки вот до сих пор как-то вот, вот, как вышло такого, с одной стороны нельзя не признаться, с другой стороны нельзя не сознаться. Сознаться, да, 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 да. Такое биполярное получается немножко. Ну, да, и в прямом, и в переносном смысле, да, биполярное. Да, да, да. Но в любом случае, поправьте меня, опять же, если я не прав, главной цели вот этой синхронизации с европейской цивилизацией так-то и не произошло, ну, потому что мы продолжали жить по юлианскому календарю, а они, кроме Великобритании, продолжали жить по грегорианскому. То есть, по сути дела, она была вессмысленной. Синхронизация с Европой произошла, но одновременно навсегда закрепился с ней разрыв, да. Плюс, значит, смотрите, путем следующей мощной реформы, которая была почти через 10 лет, реформы алфавита, в гетто загнали Русскую Просланную Церковь с ее церковно-славянским языком. И через 100 лет это привело к тому, что вот дочь Михаила Михайловича Спиранского со слезами ему говорит, что она пытается читать Евангелие на церковно-славянском и не понимает, на что Михаил Михайлович ей говорит, а ты читай по-английски. Разумный совет великого государственного деятеля. Да, тогда будет понятно. То есть, значит, как бы и церковь, и, извините, эту проблему мы не решим до сих пор, да, потому что служба в нашей церкви идет на церковно-славянском, да. И за попытки перевести службу или хотя бы молитвы какие-то на русский язык, которые предпринимались с того же Пушкина и Декабристов, московский будущий митрополит Филарет, так это все сожгли, значит, в типографии, вот, переведенные на русский язык Библию с некоторыми книгами Ветхого и Нового Завета и вот этот его знаменитый катехизис, где отче наш был по-русски, это все сожгли в 1826 году в православной империи плал, значит, плал Ветхий и Новый Завет на костре, потому что на русский язык пытались перевести и с тех пор. 451 градус по Фейеренгейту, да, после декабрьского восстания, прекрасно вообще. Послушайте, такой, я люблю очень эти вопросы, немножко фантазийного характера. Давайте представим себе ситуацию, что Петр не принял такого решения. Как бы это отразилось на России? Вот остался бы 7209 год и Новый год, может, особо ничего бы и не изменилось? Бороды бы он сбрел, а вот Новый год бы оставил. Нет, но тут, знаете ли, или вы бросаете курить, или одно и то. Конечно, надо уже думать, что он бы и бороды не трогал, а вообще бы ничего он не трогал. И в Европу бы они не ездили, и не было бы великого посольства. И все бы тихонечко гнило-гнило, пока бы не сгнило, и появился кто-то намного более радикальный, чем Петр, который бы это все быстренько, совсем уже даже, может быть, и не петровскими, а более крутыми. Потому что, понимаете, вот как бы русская вообще такая политическая система, она или не гнется, или ломается, да? Вот. И ломается она в основном путем революции сверху, да? Ну вот как Петр, как, например, Александр Второй после катастрофы внешнеполитической Крымской войны, отмены крепостного права, другие реформы, тоже была такая революция сверху, да? Конечно. Как Февральская. Горбачев, Февраль, Горбачев с его революцией сверху, и так далее, и тому подобное, да? Недаром вот замечательный Натан Яковлевич Дельман, которого я имела счастье знать при жизни, вот, он как раз, вот одна из последних его работ, маленькая книжечка «Революция сверху в России», да? И он считал, что вот он нам тогда, в 86-м году, говорил, а этот вот цикл либерализации, это, знаете, лет на 10-15, а потом будет... Вообще думали, да не, да не может быть, а вот... Ну, да ну что, Михаил Михайлович, слушайте, ну, а если, вот я тут подумал, даже не поленился, погугли, у Израиля сейчас 5781 год, государство молодое, а если бы до сих пор не поменяли, как вы думаете? Это бы что-то... Вообще играло бы какую-то роль, или ничего? Израиль – это другое. Это все-таки очень важная часть идентичности, да? Вот, благодаря которой Израиль в значительной степени образовался, выстоял и так далее, да? А здесь это та часть, наш 7000 какой-то год, та часть идентичности, которая мешала то, что наглохо нас от всего отрезало, да? Была бы 7529 сейчас была бы. Да. Замечательно. Замечательно. Мы калькулятором, я помолву. Как говорят наши братья, Харе Кришне. Слушайте, потихонечку уже заканчиваем. Веселый вопрос напоследок. Я тут, значит, почитал о том, как Петр Алексеевич любил праздновать Новый год. Значит, якобы после праздника государь заказывал к себе в императорский дворец узкий круп, особо приближенных около ста человек. Двери обеденной зоны при этом запирались на ключ, чтобы никто не мог покинуть. Он любил, чтобы никто не смылся. Да-да-да, трех часов дня следующего дня. Бравничали в эти дни безмерно. Большинство гостей, к примеру, к третьему дню тихо сползали под лавку, не тревожа остальных. Послушайте. Ну, и все три умирали. Не каждый это может выдержать. Так вот наше вот это вот вакханалия новогодней, это вот с Петра Первого. Это значит, мы не просто пьем, а блюдем традиции Петровские. Ну, это опять же вот к вопросу о роли насилия. Да? Ну, это уже какое-то авто насилие. Я вам скажу, что большее, что тут-то три дня. А, например, нештатский мир праздновали неделю. И под конец там уже просто все были вознеможения, а надо праздновать. Потому что ты густарь велел, да? Пиры Валтасара просто. Да, да, да. Да, да, да. Ну, хорошо. Спасибо вам огромное. Это было безумно интересно. У нас в конце постоянная рубрика «Три источника». Что бы вы могли нашим зрителям порекомендовать, почитать, послушать, посмотреть по теме? Да, но вы понимаете, да, что о Петре написаны библиотеки. Поэтому у меня очень сложный выбор. И он, конечно, будет в десять тысяч раз неправильный. Но я уже скажу эти три источника. Значит, во-первых, давайте все-таки вспомним нашего замечательного русского историка Ключевского, да, который вообще, на мой непросвещенный взгляд, in my humble opinion, был все-таки самым умным из русских историков. Да, вот у Ключевского в его курсе русской истории есть знаменитая лекция 60-я. Это Петр Первый как человек. Его характер, привычки. Класс. Лучшие не написано. Вторым номером нашей программы я бы назвала замечательного питерского историка Евгения Викторовича Анисимова. У него очень много книг о Петре. Но вот одна из последних книг, которая есть почти во всех электронных библиотеках, легко будет найти. Это время... Это Петр Великий, реформы и... Личность и реформы. Петр Великий, личность и реформы. Она очень хорошо написана, и там тоже все подается через личность Петра. Ну, и вы уж меня простите, конечно, да, но тут я могу с легкой душой говорить о книге, в которой я принимала участие, но не я писала эту главу, которую я хочу порекомендовать. Это книга трех авторов Карацуба, Курукин, Соколов, выбирая свою историю, где блестящая глава о Петре первом, которая как раз называется «Европеизация от амуниции», написана Игорем Курукиным, нашим замечательным историком по XVIII веку. Ой, это уже три. А я хотела еще четвертый. А давайте четвертый. У нас будет четыре источника. Можно, да. Для вас, Ирина Владимировна, все можно. Спасибо. Это замечательный рассказ Алексея Толстого, Алексея Николаевича Толстого, Красного графа. День Петра. Рассказ, который он написал в 1917 году. Прочтите его. Вот я сегодня поеду после... Да, да, да. А вы, дорогие друзья, пишите в комментариях то, что вам особенно понравится из прочитанных книг. Может быть, сами что-нибудь добавите. Я не беру сделать выводы из нашей программы, но уверен, что вы, дорогие зрители, их сделали обязательно. Делитесь ими в комментариях. А главное, я надеюсь, что вы провели этот час с умом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...